добрый вечер друзья отправляясь домой я зачитываю вам вопросик здравствуйте михаил я нашел себя благодаря вашему каналу silicon valley voice бывает сначала начал смотреть ваши сюжеты high-definition качестве смотрел улицы дороги здания людей которые вас окружают я путешествую мало в основном только по россии дорого затем от вас я узнал что такое тестирование программного обеспечения и как грамотно составлять резюме адекватно отвечать на вопросы на собеседование спустя два месяца я уже прошел я прошел обучающий курс тестирования по хотя уже знал хорошо теорию конспектировал весь ваш бесплатный курс прочитал две книги и много роликов ютюбе тестирование и разработка по меня захлестнула с головой после курса я ходил на собеседование следуя вашим инструкциям конспектируя вопросы работая над собой как иногда выворачивает мозг порой на собеседование супер в итоге я остался на своей прежней работе пока работаю в крупной энергетической компании в новосибирске связистом но безумно скучно на работе спать можно некоторые так и делают тут в основном высиживают себе должности но помимо этого я нашел себе изумительное хобби теперь я тестирую сайты удаленно прямо в рабочее время занимает два-три часа в день не сложно и денежка идет небольшая но он больше для удовольствия так вопрос здесь можно ли приносить пользу трем работодателям одновременно внутри я пока не видел да я видел связистскую компанию и два-три часа тестирования сайтов все же я хочу уйти с телекома войти хорошо и у меня есть еще одно предложение на полный рабочий день 8 часов в офисе компании где есть отличные перспективы выучиться на автоматизацию тестировать до одним всем друзья а другим ничего а вот некоторым все сразу все в одни руки но это еще не все есть и третье предложения от американской компании на четыре часа в день говорят что пока тоже удаленно самое интересное что платить за четыре часа они будут больше чем за две вышеперечисленные работы вместе это и понятно с таким курсом валют как быть деньги или перспектива удаленная работа ненадежный заработок вопросительный знак я понимаю что решать только мне план такой я два часа тестирую сайты утром пока едут до работы я не знаю на чем он едет на электричке что ли там в электричке тестирует электричка там с хорошим интернетом ну допустим пока еду до работы день тестирую и автоматизирую там дисперспективы вечером тестирую для американских коллег 4 часа то есть это у него получается 14-часовой рабочий день я же конь да спасибо вам владимир 32 года жена двое детей 1 6 лет и второму два месяца так вопрос то в чем вопрос как быть деньги или перспектива ну давайте мы поговорим про деньги и про перспективу какие люди у нас в новосибирске вообще правда ну что ж друзья значит надо сказать что вы теперь как минимум знаете двух связист вот меня и автора этого письма значит вы видите что оба довольно нетривиальные люди вообще связист это особый класс значит ну ладно конечно я так отступая немножко от темы я бы сказал что и в связи можно было бы очень неплохо самореализоваться другое дело что сейчас произошло что разработка связистская она как бы укатила вся на запад собственно всегда и была на западе но все тут скажешь все таки раньше советский союз как бы он ну пытался что-то такое для себя разработать самостоятельно я вот а сейчас как бы уже просто все привозится запада и разработчику сложно стало самореализовываться ну да ладно его бы в сиска куда-нибудь поработать но ничего успеет еще так вот я хочу сказать что не тривиальный человек нам достался эти что творит он собирается работать значит 14 часов в день то есть ему как бы всего хочется я знаете однажды позарился на название и посмотрел видео ольги брукман которая называлась вот представьте себе почему я жадная до мужчин вот такое было видео ну и там по ходу дела значит выяснилось что ее часто обвиняют вот почему ты живешь в америке и не познакомишь там вот меня с каким-нибудь американцем который там живет на предмет женитьбы и оля объясняет что нафиг вас знакомить и потом еще отвечай вот за результаты вот так что она как бы но такое название было интересно а у нас тут человек прямо жадные до работы или как он это называет кони да значит давайте по по существу безусловно знаете как вот дорвался человек и в этом состоянии того что он дорвался он вот хватает все подряд что может быть естественно для человека который именно дорвался но для человека который так на крейсерскую какую-то скорость такую выходит более-менее стабилизируется я думаю что от тестирования веб-сайтов ему надо будет скоро отказаться то есть он может сказать все равно я там в электричке два часа еду я я не знаю как это происходит у него может он поспал бы в электричке или там например книжку почитал там какую-нибудь более полезную но понимаете иначе получится как вот с тем портным который рассуждал как он будет царем и что он будет днем он там будет такие дела потом туда-сюда и дальше говорит но но я вообще-то я был бы не просто царь потому что вечерами я бы еще немножко шил понимаете вот обычный царь же не может вечерами ничего пошить а этот может вот тоже самое тут получается что он с одной стороны норовит хорошо продвинуться в автоматизации и я думаю что связист легко будет делать автоматизацию на приличном уровне во всяком случае я видел очень очень много связистов которые исключительно хорошо кодируют по-другому не так как люди которые учились именно кодирование программированию связи с как по другому это делает вот я глядя на себя и на моих знакомых могу сказать но это это легкий такой навык несложный с таким бэкграундом поэтому если уже ты занимаешься автоматизацией ты уже не занимаюсь ерундой там на веб-сайтах за копеечную какую-то денежку а ты уже все-таки это время которое там 23 часа в день это чудовищное количество времени чудовищное сказочно понимаете 23 часа в день это фактически ну давайте если 23 часа в день даже два часа в день это четверть рабочего дня но это за не это рабочий день за неделю это 50 рабочих дней в году вы чего это можно очень серьезно это самое чего-нибудь набраться полезного тем более утренние часы если вы решили не спать в это время так уже есть чем заняться изучайте языки программирования вот поэтому я думаю вот так теперь если ему предлагают четыре часа тестировать удаленно и график может быть относительно гибким понимаете что получается конечно можно 12 часов в день работать но если бы он мог где-то прихватить там может быть от субботы или от воскресенья там такого плана вот и не исключено что надолго его тоже так не хватит но что может произойти если физически его хватит так допустим на год физически то через год он может уже сказать ребятам которые там допустим в америке если все это продолжается развивается и никуда не девается он и может как ребята отдавать я для вас автоматизировать буду или может поискать еще кого-то для автоматизации а еще через пару лет может спокойно пойти ему и получить например там рабочую визу сша английский так вот пусть подучит то есть хороший автоматизатор это вполне вполне нормально для рабочей визы единственное что он должен это делать не на таких вот инструментах простеньких а уже так более-менее там на языках там каких-то не важно не важно байтон там сишар там на чем будет на том будет вот значит на джаве и без особых проблем я думаю должен будет получить рабочую визу тем более что мы все понимаем что идет процесс к тому что все-таки будет иммиграционная реформа и будет резко увеличено количество рабочих виз и в общем этот процесс должен решаться то есть он он застопрился решение застоприлось но все-таки это висит в воздухе это как бы не что-то такое что ну может еще долго откладываться нет она она и так уже перезрела так что я надеюсь что в этом смысле будет проще да тем более мы не знаем там какая нынче власть будет кто там придет в смысле президентом кто станет ну то есть как бы есть догадки но мы не знаем вот так что я бы так сказал если бы ему пришлось выбирать между американскими четырьмя часами и фуллтайм работой дома то я не знаю что он там должен делать в америке может быть он и в америке может что-то делать более интересное но но если его учат автоматизации я бы это ни на что не разменивал потому что есть наварсию минутный прибыток а есть прибыток долгосрочный инвестиции долгосрочные и краткосрочные поэтому мы не можем долгосрочные инвестиции похерить а потому что у нас сегодня вот мы отвлеклись туда побежали туда при прибежали еще откуда-то значит тут уголь лопатой бросали там платили хорошо потом мешки таскали потом на экскаваторе значит там тоже платили хорошо и потом прошло десять лет пока это он ничего не умеет так тут сюда по чуть-чуть поэтому конечно если бы сказали выбери одно из трех одно я бы сказал что выбирай год фуллтайм работу притом не было сказано что он допустим как-то сильно нуждающийся и ему скажем там где больше денег для него безусловно приоритет такого разговора не было а вопрос вообще был что деньги или перспектива правильно так как быть деньги или перспектива значит я даже не думаю что вопрос так остро стоит потому что немножко больше денег и существенно больше перспектива вот он не то чтобы там вообще либо никаких денег и перспектива либо перспекти либо наоборот либо много денег и никакой перспективы да так вопрос же не стоит немножко того немножко этого акценты разные но автоматизация на сегодняшний день я бы сказать что это очень очень здорово очень очень здорово и конечно если ему удалось бы в принципе потом совместить то То есть автоматизацию с работой на западную компанию, это было бы, конечно, очень-очень-очень хорошо. И в конце концов, как бы, есть шанс, что эта же самая западная компания, ему же H1B потом сделает, если он там будет так, как бы, хорошо себя проявит и так далее. А не эта, так другая. Все-таки Новосибирск большой город. Там есть какое-то количество аутсорсинга. Это не то, что там райцентр какой, или, допустим, какой-то, может быть, даже областной, но зачуханный. Новосибирск совершенно не зачуханный. Я думаю, что, если мы смотрим на Российскую Федерацию, то после Москвы и Питера, наверное, Новосибирск следующий по мощности идет, да, в этой области. Так мне кажется, я не знаю, может быть, вы скажете, там какой-то другой город есть, я не спорю. Но, во всяком случае, это один из ведущих центров. Я вижу здесь у нас в Кремниевой долине полно народу из Новосибирска, программистов из Академгородка. Там еще откуда. Их тут много, просто много. Причем серьезные ребята. Вот я, я почему знаю, у меня жены их учатся. И жены какие, я вам скажу, тоже будь здоров. Девки просто на ходу подметки режут. Серьезные такие. С характером были. Ну, такие правильные. Вообще, а то. Поэтому, вы не будете первым тут в Кремниевой долине по этой части. Так что, если захотите, конечно, дело такое, я не уговариваю. Да. Но, сам по себе вопрос может быть не такой существенный и довольно простой на самом деле. Но я, ответив на него как могу, значит, я все-таки хочу завершить тем, что вот этот конь, я же, говорит, конь, вот это мне нравится, когда люди себя, как бы сказать, нагружают. И не боятся нагрузки. Это здорово. Единственное, что все-таки, все-таки осторожненько тоже надо. Ну, то есть, берешь нагрузку, берешь. Но очень важно не надорваться. И, ну, все-таки 30, там сколько там, 32, 32 года. Значит, Владимир его зовут. Вот, Владимир. И вот, ему 32 года. И я хочу сказать, что 32 года уже такой возраст, когда надо бы немножечко, так знаете, присматривать. За своим здоровьем в целом. Это еще не 48, да? Но и не 23 тоже. Поэтому уже так приближается момент, когда надо немножечко осторожнее. Потому что все время кажется, что вот, я сейчас как схвачу. И такое ощущение, что моложе на 10 лет. А потом схватил и выясняется, что ты старше на эти 10 лет. И потом долго отходишь, если вообще отойдешь. Поэтому очень аккуратненько надо. Но, если это в радость, если семья поддерживает, то тоже важно. То, конечно, я считаю, что как бы человек реализуется в работе. Вот то, что он там сидит, и ему скучно. Это, конечно, ой, господи. Да. Но у него есть альтернатива. Понимаете, бывает человек сидит, ему скучно, ему деваться некуда. У этого-то смотри, сколько всего. Я вам под завязку расскажу веселую историю. А вы мне тогда, кто-то слушал, вы мне тогда будете лайк ставить. Значит, история такая, из жизни, реально. Где-то был год, наверное, 98-й. Тут все бумировал, этот интернет бум, страшное дело, что творилось. И был у меня паренек один из Лос-Анджелеса приехал учиться. А он такой, знаете, немножко шебутной. Там добровольцем, там в Абхазии повоевал, там еще что-то. Потом разочаровался в войнах, приехал в Америку. Вот такой лет 35, может, ему был. Хороший парень. И, значит, он пошел искать работу. И ему дают, по-моему, это 30 долларов в час, по-моему, такой план. 30, 35, я не помню. В каком-то консалтинге. И сажают его на бенч, как бы на скамейку запасных. Это значит, что у консалтинга много проектов, и они человека уже наняли, так? А как проект будет, они его туда бросят. Ну, говорит, тебе сейчас позвонят, в общем, иди домой, будем тебе звонить. Сиди дома, жди звонка. Он ждет звонка. Неделю ждет, две недели ждет. А чеки раз в неделю приходят, так? 30 долларов в час. Значит, ну, два месяца прошло. Прошло два месяца, и он уже заволновался. Если бы он пришел ко мне, вот, друзья, вот, ну, давайте, вот ситуация, вы же ее поняли. Ну, вот спросите меня, что бы я ему посоветовал. Я думаю, что большинство из вас догадались. Я бы ему сказал, ищи другую работу. Там будешь работать, получать деньги. А здесь будешь просто так получать деньги, если тебе просто так платят уже, ради бога. Но работать тоже надо. Но он не пришел и не спросил. А что он сделал вместо этого? Он пошел в свой консалтинг. И говорит им, мужики, ну, я уже заждался, вы что ж такое, два месяца сижу? Они говорят, боже, сказали они, и тут же его и уволили. Да. Вот. И он остался без работы, но у него уже опыт был. Ну, как он, в резюме там себе добавил, то, что он это время там у них. Ну, в общем, короче, дальше пошел. У него все отлично в жизни приключилось. У меня перекликается вот этот его опыт с тем, как тут наш Владимир сидит там на объекте энергетики, тестирует странички там в охотку и так далее. Вот. В общем, совмещает одно с другим. И он спрашивает еще, говорит, можно ли быть полезным на трех работах? Да если ни на одной ничего делать не надо, можно на 25 быть полезным. Если вся польза состоит в том, чтобы ты ничего не трогал. Конечно, можно, можно. Вот. Ладно, мы с вами прощаемся, друзья. Я приехал домой. Владимиру успехов, и пусть все у него отлично сложится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.